Здравствуйте! Вы смотрите интервью в студии Ян Ермешов. Сегодня последний рабочий день накануне больших длинных выходных. Но это не просто длинные выходные, это еще и преддверие большого праздника, Дня Великой Победы в Великой Отечественной войне. И вот сегодня у меня в гостях министр культуры Красноярского края Елена Мироненко. Елена Николаевна, здравствуйте! Здравствуйте! И хотелось бы как раз в преддверии этого большого праздника поговорить и о том, как будет проходить и само празднование 9 мая, и что будет сделано до этого праздника, куда можно будет пойти, что можно будет посмотреть, потому что я так понимаю, что программа будет достаточно такой большой. Давайте начнем все-таки с 9 мая. В этом году произошли изменения, насколько я знаю, в порядке проведения самого праздника происшествия, сменилось время, сменились позиции. Как это будет сейчас происходить? Да, действительно, в этом году мы стараемся сделать праздник максимально доступным для всех жителей города и края, и хочется, чтобы все смогли отдохнуть еще в выходной. И чуть-чуть попозже начинается у нас и торжественное прохождение, и митинг. Поэтому митинг в этом году в 10 часов утра начинается на мемориале Победы. И после этого мы перемещаемся на площадь Революции, где в 11.20 мы готовим торжественный пролог, мощный, с участием нескольких ансамблей краевых. Это, конечно же, ансамбль танца Сибири имени Михаила Семеновича Годенко. После них выступают Енисейские зори. И завершает это все коллектив «Лада в день» всеми любимой. После этого в 11.30 начинается торжественное прохождение. С 12.00 до 13.00 формируется колонна для прохождения бессмертного полка на участке между Горького и Дежинского на проспекте Мира. И с 13.00 до 14.00 идет бессмертный полк до площади Украевой филармонии, до площади Мира, где готовится большая программа с участием молодежных творческих коллективов, насыщенная, яркая, праздничная. И, конечно же, в это время проходит на разных площадках города Красноярска ряд других мероприятий. Во Дворце труда и согласия, например, концертная большая программа весь день будет проходить для жителей Советского района. Дом офицеров подготовил помимо концерта еще и выставки, которые посвящены празднику. И, кстати, они работают уже сейчас. Можно прийти накануне и все посмотреть. Параллельно будут работать коллективы на разных городских площадках. И все это можно будет увидеть у нас на портале Культура24, где мы все подробно выложим, вся программа всех мероприятий. После этого вечером начинается в 19.30 концерт на театральной площади. И завершается праздничная насыщенная программа двумя фейерверками, которые будут с двух точек произведены в 22.45 до 23.00. Да, фейерверк обещают в этом году будет очень красивым, высотным. Так что его можно будет наблюдать не только с площади, театральной площади или возле торгового центра июня. Можно будет наблюдать практически вероятность с любой точки города. Посмотрим. Но вот вы говорили о том, что уже сейчас некоторые, допустим, тот же дом офицеров, они уже, по-моему, даже с апреля работают. Они с апреля, да. Уже ведут эту программу, уже рассказывают люди. Что можно будет интересного посмотреть, что можно будет интересного посетить? Кто еще готовится? Какие интересные программы будут? Вот 6, 7, 8 числа даже. Ну, не только. Действительно. И весь апрель у нас проходили ряд мероприятий. Например, библиотеки давали вместе с музеями, уроки в школах, уроки памяти. Дом офицеров запустил конкурс «Живая память». И мы собрали ряд работ. Это рисунки учащихся разных образовательных учебных заведений, которые можно будет увидеть как раз в Доме офицеров. Кроме этого, для нас, наверное, одним из самых таких ярких, ключевых событий в эти дни – это приезд Московского губернского театра к нам с постановкой «Веселый солдат» по произведению Виктора Петровича Оставлева. И для нас это редкая удача, редкий случай, потому что постановок театральных в России по произведениям Виктора Петровича крайне мало, его сложно ставить. Большая глубина, большая сила чувств. И для нас, наверное, вот таким подарком при поддержке компании-партнеров компания «Полюс» нас поддержала. И при их поддержке мы смогли привести эту постановку, с которой целых два дня на сцене театра оперы и балета 6 и 7 мая будет представлена красноярцам. Билеты в кассах еще есть, поэтому, уважаемые красноярцы, обязательно приходите и посмотрите, потому что играет Оставьева, как он написан в повести, тот самый Витька, заслуженный артист России Борис Галкин. И почти все говорят, что это, наверное, одно из лучших исполнений, возможных произведений Оставьева. Мне кажется, что не стоит пропускать тот момент, когда театр сам приехал к нам в гости, для этого не нужно выезжать в Москву. Ну, тут, значит, такое действительно необычно, потому что, во-первых, это и подарок ко дню рождения Виктора Петровича, который был вот недавно, да, и, по сути, дело и ко дню победы. То есть сходится все воедино, и плюс ко всему, я так понимаю, что это редкость посмотреть, что-то произведение Виктора Петровича Оставьева на сцене. Это большая редкость, и я рада, что и фонд Оставьева очень активно этот проект поддерживает, и компания «Полюс», и вот при таком триединстве достаточно быстро удалось этот процесс организовать. Тем не менее, это не единственное мероприятие, конечно же, мы же живем в огромном крае. Например, на Таймыре, в нашем таймырском краеведческом музее, уже запущена большая выставка, которая посвящена в том числе, например, 75-летней годовщине боев на Диксоне. И там эту выставку можно увидеть в самом музее буквально с первых чисел мая. Поэтому, уважаемые жители Таймыра, приходите обязательно и посмотрите эту выставку. Кроме того, параллельно запускается у нас ряд мероприятий в районах. Например, в Боготоле в эти дни стартует большой автопробег памяти, вахты памяти практически во всех районах. Параллельно, например, в Ащинске, в Каннске литературно-музыкальные вечера проводятся, посвященные Великой Победе. Поэтому настолько большая насыщенность, что мы вот сейчас посчитали, больше 400 мероприятий в эти дни, начиная с сегодняшнего дня, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, в преддверии Дня Победы уже проходят. Ну, а все остальное, конечно же, достаточно традиционно, потому что мне кажется, что это праздник действительно объединяющий, семейный. И каких-то больших инноваций ждать от него не стоит. Ну, а вот сегодня в Красноярске уже запущены были такие теплушки? В Красноярске три точки точно будут работать. Сегодня с 18 до 20 эти теплушки запускаются на площади революции на острове Татышев и на набережной реки Енисея возле коммунального моста на левобережной набережной. То, что касается других районов, я подсказать не могу, но я думаю, что на сайте агентства молодежной политики обязательно можно увидеть и все точки нахождения, и график работы, потому что все эти дни они также будут работать с 18 до 20 часов, насколько я помню, вот буквально сегодня с 18 до 20, следующие дни с 16 до 18 каждый день. Там можно написать письмо ветерану, насколько я помню. Да, плюс работают еще творческие коллективы, то есть большая будет интерактивная программа в каждой теплушке. Мне кажется, что это будет интересно. Я сама обязательно с удовольствием с сыном схожу в одну из них. Вы, скажете, семейный такой праздник. Все равно мы собираемся со столом, вспоминаем о родных, близких. Наверное, у каждого кто-то воевал. Вашей семье тоже? Кто вы? Конечно. У меня мой двоюродный дед участвовал в боях под Днепром, потерял там глаз, но жил достаточно долго, после этого вернулся с фронта. А много о войне рассказывал? Не очень любил рассказывать. То есть вот я замечаю, что ветераны как-то не очень любят рассказывать об этом периоде. Хотя это была такая страшная история, и он не умел плавать, и практически сам прошел Днепр, хотя ему пришлось для этого пережить, я думаю, очень страшные моменты. Тем не менее он вернулся живым. И мы его помним. Он нам один раз рассказал эту историю в детстве, но сильно рассказывать ее не любил. Я хочу вернуться к теме как раз к тому, что все-таки программа очень большая. А насколько люди активно откликаются на нее? Люди очень активно участвуют. Мне кажется, что это тот самый объединяющий праздник, который никто не проходит мимо. И действительно, как вы правильно сказали, вся наша большая страна имеет в истории каждой семьи тех, кто участвовал в этой войне. И неважно, на фронте, в тылу, вся страна трудилась на то, чтобы случилась Великая Победа. И тот праздник, который случается, он, конечно, семейный, но он еще и объединяющий. Поэтому все выходят, например, на площадь, многие стали участвовать в акции «Бессмертный полк», многие очень приходят на концерты, и мы видим все больше и больше молодежи. Поэтому мне кажется, важно не прекращать эту нить памяти, обязательно ее передавать следующим поколениям. У меня, например, сын, ему 5 лет, у них уже в садике прошли мероприятия праздничные, они с удовольствием всегда учат и военные песни, и для него это важно. Он каждый раз проезжает, он говорит, ну скоро же день победы. И мне кажется, что это наша дань памяти героям, которые эту победу принесли, тем, кто трудился в тылу. И ни в коем случае эту традицию нельзя нарушать, поэтому я призываю всех присоединиться к такому объединяющему празднику, найти что-то для себя на портале культура24.рф и прийти на те мероприятия, выставки, литературно-музыкальные композиции, концерты и многое другое, все, что будет проходить у нас на базах. Потому что библиотеки и музеи уроки памяти провели, сейчас они будут практически в любой библиотеке и в любом музее вы сможете такие уроки памяти дать и своим детям. Вы говорите, ваш сын уже знает про День Победы. Это все-таки вы ему больше рассказываете? Или все-таки это вы сейчас рассказываете в детских садах? Вы знаете, наверное, с двух сторон. Потому что это движение не может быть односторонним. И я ему рассказываю, и его бабушка, моя мама ему рассказывает. И, конечно, в садике с ними очень активно работают воспитатели. Поэтому, мне кажется, это вообще общая работа. И, конечно, здесь немаловажную роль играет семья. Вы сами как проведете 9 мая? Я проведу его на работе, как, впрочем, и все предыдущие дни, потому что у нас достаточно активная программа. Я, кстати, хотела бы сказать, что у нас еще изменения 9 мая будет в одной концертной площадке. Раньше наш любимый ансамбль «Краса» был на улице Игарской, вот на этом кольце, где люди спускались с митинга. Сейчас мы перенесли эту площадку для большей доступности на проспект Мира, на площади возле Краевого суда они будут работать с 12 часов дня. Поэтому любой желающий может присоединиться и посмотреть большой, яркий и красочный концерт от ансамбля «Краса». Кто-то тоже будет посвящен? Конечно, даже часть будет военных песен. И я думаю, что, мне кажется, 9 мая у меня, с одной стороны, будет рабочий день, с другой стороны, я обязательно его проведу, в том числе и с сыном, и с друзьями, для того, чтобы мы смогли посмотреть и концертные площадки, увидеть, конечно же, праздничный салют. Спасибо большое, что были сегодня у нас в студии. Я надеюсь, что эти дни будут насыщенными, хорошими. 9 мая мы все увидимся с вами на параде, дорогие друзья. Лена Вероненко, министр культуры Краснодарского края, сегодня была у меня в гостях. Всего доброго, до встречи.